Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына. И сегодня вместе со мной Юрий Рашкин, депутат окружного собрания от округа Рок в штате Висконсин. Юрий, здравствуйте. Рада приветствовать. Приветствую вас, Анастасия. Всегда рад приветствовать ваших зрителей и слушателей. Слава Украине. Героям слава. Юрий, как ваше настроение? Как вам результаты выборов в Соединенных Штатах Америки? Ну и вот поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Что я могу сказать? Это не те результаты, которых я ожидал. Выяснилось, что Дональд Трамп знал Америку лучше, чем многие другие люди. Получается, у нас даже противостояние иногда внутри одного человека, потому что Джеймс Карвилл, например, очень знаменитый демократический политтехнолог, сейчас пишет, что он находится в очень темном туннеле, что я выйду оттуда, но сейчас я в очень темном месте. А в 90-х годах он был знаменит тем, что сказал, что это экономика, дурак. И это, возможно, явилось той причиной, почему Дональд Трамп выиграл на выборах, потому что самый главный показатель, который работал против Байдена и против Харрис, это удовлетворение экономической ситуации. Подавляющее большинство людей в Соединенных Штатах недовольны, считают, что экономическая ситуация их не устраивает. В основном это, в первую очередь, базировано на том, что из-за инфляции цены, в общем-то, на все выросли достаточно значительно. Тот факт, что инфляция практически остановилась или вернулась достаточно низко, до такой степени, что Федеральный Резерв может теперь понижать ставки и продолжать продвигать экономику и развивать экономику, все это произошло то ли слишком поздно, то ли не было замечено избирателями вообще. И достаточно. И я чувствую, что мы постепенно приходим в себя и начинаем думать о том, что происходит. Как всегда в такой ситуации, ты думаешь, что вся история шла к этому моменту. И если мы смотрим на момент, когда, скажем, с моей точки зрения, Джо Байден пришел в Белый дом и наступила эра перемен, которая говорит, что Америка всегда стремилась к тому, чтобы быть лучше и светлее, и мы и так далее. Сверкающий город на холме, как сказал Рональд Рейган. А сейчас многие демократы начинают думать, что, возможно, Америка — это было просто долгое скатывание в пропасть, к которой мы вот, наконец, сейчас и летим. Но это тест для Америки, потому что те, кто любит Америку, будут продолжать за нее бороться. Есть ли у вас понимание, к чему сейчас будет стремиться Америка с приходом в администрацию Трампа? Сейчас мы увидим, что хочет администрация Трампа, потому что, видимо, у них будут все рычаги власти. И с точки зрения многих демократов это уж не так уж и плохо, потому что, с одной стороны, мы будем бороться за каждого конгрессмена на каждых выборах. Но, с другой стороны, если сейчас у Трампа и у его партии есть все рычаги власти, то тогда, с точки зрения избирателей, вся ответственность на них, на республиканцах, потому что то, что происходит в стране, это их рук дело. Но надо признать, что Дональд Трамп никогда особенно хорошо не признавал свою вину вообще, поэтому он винил и винит, и будет винить всех вокруг. И, естественно, вначале у него была прекрасная экономика, несмотря на то, что ему передали хорошую экономику президенту Обама. А сейчас он будет говорить, что наконец наступили самые прекрасные времена, потому что он пришел в Белый дом, несмотря на то, что экономика растет бесперерывно под президентом Байденом. Так что вот такого типа заявления, и это ожидается. Какого типа будет политика, экономически они будут ставить своих людей везде. То, что нам, по крайней мере, Трамп обещал. Мы не знаем, насколько это станет реальностью, но то, что многие люди скажут, знаете, мне это не нужно. Я говорю про чиновников, так называемые глубинные государства, потому что есть политическая, конгрессмены, сенаторы, вот они будут решать свои проблемы. А есть чиновники, которые вступили, потому что они хотели заниматься этим, пошли, получили образование, теперь они работают в государстве на какой-то позиции, бумаги какие-то проверяют, что-то заполняют, паспорта делают, что угодно. Следят за свежим воздухом в Штатах, в государстве. Государство ответственно за много чего. И все эти люди, инспектора разные, скажут, знаете что, не надо. Я на пенсию уйду, у меня как у госслужащего достаточно хорошая пенсия, или уйду в частный сектор, потому что нас сейчас будут атаковать, нас будут винить во всех смертных грехах. Мы здесь просто пришли работу выполнять, а нам скажут, что мы глубинное государство, которое тормозит великого президента Трампа, который только вообще просто с планеты слетел, как ракета, то если бы его не тормозило глубинное государство и внутренние враги. Поэтому сейчас мы увидим, как Трамп будет, что это будет означать. Опять же, ожидается, что хотя Трамп не может функционально выдворить из страны то количество нелегальных иммигрантов, которые находятся в стране, ожидается, что будут какие-то трюки, станты, когда с одной стороны будет показуха, а с другой стороны будет наводиться страх. И люди будут жить в страхе, и люди будут бежать из страны. И вообще эта стена нужно будет строить, чтобы в другую сторону в какой-то момент остановить бег. Но это, опять же, вредит нашей экономике, потому что нам нужны рабочие силы, нам нужны рабочие руки, нам нужны эти иммигранты. А сейчас даже сам вид, само появление Дональда Трампа будет посылать сигнал, хотя за него проголосовали латиноамериканцы, что, опять же, говорит, я не знаю о чем, о хорошем понимании собственных интересов. Так что это то, что Трамп будет делать с границей. И, я понимаю, во Флориде около миллиона нелегальных иммигрантов. И что, всех теперь можно будет поймать? Будем наблюдать. Это будет очень интересно. В том смысле, что это будет часть той катастрофы, как сказал Юрий Швец, описав эти выборы. И я не могу с ним, в общем-то, особенно поспорить. Просто у него очень хорошие слова, терминологию он точно всегда четко выражает. И то, что произошло, это катастрофа, потому что государство сейчас будет медленно разваливаться. Что происходит, что как бы будет нивелировать слегка тот эффект, который будет иметь на него Трамп, это то, что люди вокруг Трампа будут ругаться друг с другом очень активно. Мы это уже видим, уже и статья о том, что человек, который раньше был с Трампом, Кори Левандавский, был одним из его круга, а тут они поругались в этой компании. И он, значит, подошел к менеджеру компании новому и сказал, значит, протянул ему руку дружбы, а тот вместо этого ткнул ему пальцем в грудь и сказал «Эфью, ты такой, ты такой». То есть сейчас у них начнутся разборки внутри этого шатра. В каком-то смысле это замедлит их эффективность. И когда дело доходит до Украины, то это отдельный разговор. Про Украину еще обязательно поговорим. А вот, Юрий, у вас есть понимание, почему так резко вырос рейтинг Трампа? Я понимаю, экономическая ситуация, но я имею в виду, что все последние дебаты и первые результаты экзитполов, они показывали преимущество Камалы Харрис. И вот мы здесь тоже думали, что все-таки первая женщина президент, но, наверное, Америка к этому еще не готова. Вот это люди, которые голосовали за Трампа. Они голосовали за него или все-таки против демократов? Во-первых, было ряд причин, почему кто-либо голосовал за кого-либо. И это у каждого свои мысли в голове. Но каждый из этих факторов, я вам говорю, вот мое мнение политическое, имеет определенный вес. Иногда 2%, иногда 4%, 1%. Президент старый потерял на этом 2-3%. А то, что Камала Харрис является женщиной, видимо, стоило ей, возможно, 2%, 3% в зависимости от места из штата, где вот просто чуть-чуть не смогли превозмочь себя люди. И тот факт, что она женщина, явно сыграл с ней такую, ну, я не знаю, что, со всей страной сыграл злую шутку, потому что мы думали, что мы продвинулись с правами женщин далеко вперед, а выяснилось, что не до конца, и в результате сейчас пойдет откат прав женщин. И это просто поражает американцев. Я не могу вам объяснить, потому что женщины считали, что у них есть больше прав, чем у них оказалось. Они думали, что, ну, там право на аборт, да, это жестоко, люди, женщины умирают на парковках перед госпиталями, потому что врачи боятся ими заниматься, это ужасно. Но теперь у нас будет президент, который открытым текстом сказал, что я защищу женщин, хотят они того или нет. Это намного более широкое заявление, чем я поддерживаю жизнь, или я против, я за то, чтобы аборты послать на штатный уровень. Он просто уже говорит о своем подходе к женщинам. И этот человек теперь будет нашим президентом 4 года. Вы представляете, что происходит в голове у жительниц нашей страны? С другой стороны, я представляю, что происходит по поводу того, что она смешанной расой, и она, значит, черные люди будут себя еще больше чувствовать уязвленными в своей собственной стране, и это, возможно, приведет к дополнительным проблемам в нашем обществе, которые, я уверен, Дональд Трамп, как президент, использует свой разумный подход и разумным образом решит. И, знаете, учитывая то, что Камела Харрис проиграла, я рад, что у нее не было вице-президентом этого Джоша Шапира, губернатора из Пенсильвании, потому что если бы она выиграла, дай бог, это было бы супер, потому что он популярный губернатор Пенсильвании, Пенсильвания должна была быть выиграна, и она Пенсильванию проиграла. Но, учитывая, что она проиграла и другие штаты, если бы у нее был вице-президент-кандидат еврей, то после Джош Шапира, тогда это значит удар по женщинам, удар по людям смешанных рас, и удар бы еще был дополнительный по евреям. Так что, знаете, спасибо в этом смысле, что Камела Харрис взяла себе Тима Уоллза, которого никто ни в чем не винит. Он был просто прекрасен. Ну что ж, замечательно. Это говорит о том, что в следующий раз демократы, скорее всего, возьмут себе в президенты-кандидаты и вице-президенты-кандидаты двух пожилых белых мужчин, потому что это, видимо, то, за что американцы в своей общей группе согласны голосовать. Очень неожиданно, что много молодежи проголосовало за Трампа. Сначала нам казалось о том, что кто еще может повестись на его высказывания, на его такие громкие заявления, но точно якобы не молодые люди, которые имеют интернет, имеют доступ к информации, а получилось, что наоборот. Как так? Смотрите, смотрите. Во-первых, надо уточнить, потому что вы говорите молодые люди, а я уточню, что это молодые мужчины, потому что у нас происходит очень четкий раздел гендерный, не только возрастной, когда, по идее, пожилые женщины теперь больше поддерживают демократов, потому что мы видим, что они понимают, что у них были права, 50 лет у них были права, а потом у них забрали права. Поэтому они, так сказать, это важный демографический набор, но недостаточно важный для демократов. А молодые мужчины, это на самом деле является коренной, коренным ядром трампизма, потому что ключевое качество трампизма это Даннин-Кругер-синдром, это самоуверенные идиоты, люди, которые не понимают, что они делают. И это чаще всего молодые мужчины, это чаще всего люди, которые не понимают, насколько жизнь больше, глубже, насколько их интересы собственные не являются самыми лучшими для общества в обязательном порядке, насколько они живут в обществе, окруженными другими людьми. И Трамп показал этим молодым ребятам, что они важные и крутые, и мы сейчас такой наведем порядок, что они пошли и возбудились. И опять же, я не знаю, насколько тут есть вопрос образования, высшего образования. Мы также видим, что у женщин больше образования сейчас, чем у мужчин. Но это очень интересный подход, который меняет, вообще говорит о смене республиканской партии. Потому что кроме молодых мужчин, мы еще видим латиноамериканцы, тоже без большого количества образования, они, как правило, трудяги и рабочие, которые поддерживают теперь Трампа. И мы все больше и больше видим, что нет образования, неважно, какой у вас цвет кожи. Вы можете быть трампистом, вы можете быть в республиканской партии, потому что республиканская партия, как сказал сенатор Рубио, республиканец из Флориды, теперь это не то, это не о вашем цвете кожи, настолько даже, как повредила Камбелли Харрис, но человек может быть трампистом любого цвета кожи, больше это говорит о том, чем вы занимаетесь по жизни, как вы день свой проводите. И это говорит о том, что если вы работяга, который сидит там в грузовике и слушает радио целый день, то вы наш человек, потому что вам все говорят, что вам нужно пойти образование получить. А я вам говорю, ты уже хорош, ты уже, и тебя обокрали, тебя обокрали, и ты прекрасен. Я приду и решу твои проблемы, и накажу всех тех, кто тебя обокрал. И этот процесс работает вот на таком уровне, и мы видим, что это работает, это демографический анализ, это доказывает. Проблемы, что с этим делать? Потому что мы видим, что республиканцы просто игнорируют реальность, и говорят, вместо того, чтобы менять повестку, давайте будем бороться с выборами, давайте будем, усложним процесс голосования, наберем больше адвокатов, чтобы оспаривать выборы, понимая, и, видимо, ошибочно, что их повестка не интересует население. А демократы каждый раз, когда они проигрывают, они говорят, надо что менять. Но проблема сейчас обсуждается такая, что когда они поменяли свое направление, не в ту сторону они его поменяли, и они стали более либеральными, что на самом деле является достаточно нормальной реакцией, но, возможно, ошибочной. Потому что, судя по результатам, которые мы видели 5 ноября, демократическая партия ушла слишком далеко, и теперь нужно и возвращаться к центру. Посмотрим, что такое центр, учитывая, что в демократическую партию по идее должно было прийти много бывших и шубриканцев, которые не согласны с Дональдом Трампом, может быть, они помогут привести демократическую партию к какому-то так называемому центру, хотя, учитывая, что такое теперь лево и что такое право, мне очень интересно посмотреть, что такое центр. Кстати, у нас был политик центра, есть, Джо Байден, вот только электората у него видео маловато. Юрий, а, возможно, это все-таки неубедительная и непобедительная политика Трампа, извиняюсь, Байдена сыграла в плохую шутку с Камалой Харрис, потому что, ну вот, многие говорили о том, что, возможно, Байден захочет войти в историю как президент, который завершил войну в Украине, там, на Ближнем Востоке, а получилось так, что все только наоборот начало разжигаться, все больше и больше, а люди хотят, чтобы это уже все прекратилось. Ситуация такова, что Камала Харрис проиграла, но надо признать, что вероятно, более чем вероятно, что Джо Байден проиграл бы еще больше, чем Камала Харрис. И это очень, честно говоря, болезненно признавать, потому что, если следить за новостями, если следить за политикой, то проголосуешь за консервную банку. Но если не следить за политикой, если этим всем не интересоваться, то следить, скажем, за... Знаете, дайте я поправлю тут себя сразу. Не то, чтобы не следить, потому что не следить, это 3%, за которые боролись, и я не знаю, если они сыграли свою ключевую роль или нет. А вот то, что люди живут в дезинформационном бабле, в котором они питаются информацией, в которой им рассказывают, что Джо Байден ужасен, потому что он сделал то или другое, приводит к тому, что я описал ранее, когда более 70% людей считают, что они живут в стране, в которой плохая экономическая ситуация, которая явно ситуация этого не подтверждает, но мнение людей таково. Поэтому на Байдена повесили всех собак, и он пошел ко дну. Камала Харрис пыталась спасти этот корабль, но было недостаточно. Что можно было сделать Байдену в своей политике за эти 4 года, чтобы по-другому получить результат? Смотрите, представить себе, что он бы больше помогал Украине, мне, честно говоря, не представляется возможным, учитывая те рамки той реальности, в которой мы жили. Я был поражен и продолжаю быть пораженным то, насколько много Байден все-таки помог к Украине, учитывая предыдущих американских президентов. Но то, что этого было недостаточно, и то, что это не отбросило и не уничтожило российскую агрессию, тоже, ну, бесспорно. С другой стороны, возвращаясь к началу нашей дискуссии, это экономика, дурак. Как сказал Джеймс Карвилл в 90-х годах, а не Украина, дурак. Потому что Украина это внешняя политика. И даже в конце, когда Трамп говорил о том, что у нас может быть третья мировая война, и только я могу договориться с Владимиром Путиным, все равно в конце это не было той причиной, по которой люди голосовали. Они могли голосовать за демократию, они могли голосовать за экономику, они могли голосовать за права женщин. Но за Украину это не повлияло на результат. И если бы Байден завалил Украину всем тем оружием, которое было или не было, зная то, знаете, проблема для Барака Обамы, с моей точки зрения, номер один, это то, что после него пришел Трамп. И вот такая же проблема, я боюсь, будет для Джо Байдена, что за ним придет Дональд Трамп. И поэтому все то, что было сделано, до этого было недостаточно. Потому что придет Дональд Трамп, и мы получим то, что мы получим. И это так тревожно, потому что результаты последствий действий президента Трампа. Тут просто я возвращаюсь к тому, что апокалиптических сценариев бесконечное количество. Камала Харрис и Байден поздравили Трампа с победой и заявили о мирной передаче полномочий и власти. А почему демократы не стали оспаривать эти выборы и бороться за кресло в Белом доме? Ведь если бы было наоборот, чтобы победила Харрис, то, я думаю, Трамп бы точно так мирно не признал бы свое поражение. Я говорил об этом в других эфирах, что те барьеры и те подготовки к протестам, которые происходят, это для трампистов. Потому что у людей было ожидание, что Трамп проиграет, и его люди будут оспаривать проигрыш. А тот факт, что Камала Харрис проиграла, и ее сторонники не оспаривают результат, и она тут же его признала практически, ну там день подождала, но учитывая, что Трамп до сих пор, ну он сейчас уже никогда не признает, что он проиграл выборы в 2020 году, или что у него украли выборы, неважно, потому что он теперь президент. Но, да, тут просто... Простите, напомните мне ваш вопрос, пожалуйста. Почему не оспаривают демократы эти выборы? Да, не оспаривают выборы, потому что демократы, мы живем в двух разных реальностях, мы живем, это выражается по-разному, включая то, как мы подходим к выборам. Потому что демократы или демократы оспаривать выборы, ну это не камильфо, это вы выглядите как республиканец, ну что вы так себя ведете? Поэтому это просто другой стандарт поведения, а для республиканца признать, что он или она проиграли, но это слабость, вы ведете себя как сопляк-демократ. Поэтому это проблема, когда мы должны по нашим условиям игры противостоять агрессии мирно и по закону, а агрессия не работает мирно, не работает по закону, и это проблема всех демократий, которые противостоят вот таким врагам. И это проблема, которая сейчас будет смотреть в лицо Соединенным Штатам, так как не смотрела за почти 250 лет от существования нашей демократии. Это будет самым серьезным вызовом, из которого мы можем выйти уже как страна с одним унитарным лидером и выборы, которые могут и могут и не быть. Я не говорю, что я за то, чтобы их не было, я говорю о том, что сейчас, я говорю о том, что демократы готовятся уже к следующим выборам, и уже есть люди, которые думают о том, чтобы избираться, и кандидаты и так далее, но нет уверенности в том, что нет ощущения гарантии следующих выборов после той риторики, которую мы слышали от Дональда Трампа на его избирательной тропе. Это была очень жесткая избирательная кампания, после которой, с одной стороны, ожидается, что с одной стороны, он не будет в состоянии выполнить все свои обещания и угрозы, а с другой стороны, его избрали и дали ему мандат практически, потому что это не то, если бы были выборы, когда долго было спаривание результата, потому что непонятен результат, а тут все четко. Это не говорит о том, что Трамп может нарушать Конституцию, но это говорит о том, что теперь борьба будет очень непростой, потому что у Трампа будет президентство, Сенат, видимо, Палата представителей, Верховный суд, который он посадил, людей, которых он туда, и сейчас мы знаем, что одна из судей Верховного суда, которая была назначена демократическим президентом, у нее проблемы со здоровьем, так что, возможно, Трамп назначит одного-двух судей, кто знает, после того, как он вернется в Белый дом, это будет очень другой мир и другая реальность очень быстро, но все равно демократы обязали себя для того, чтобы быть демократами, это означает играть по правилам, надежды на то, что мы победим. По поводу риторики Трампа и то, что он заявлял в своей предвыборной гонке, на ваш взгляд, насколько эта победа может быть проблемой для Украины, учитывая его предвыборные заявления по урегулированию вопросу Российско-Украинской войны и учитывая ту информацию, которая уже сейчас появляется в СМИ о якобы так называемых мирных планах Трампа, что будет для Украины? Смотрите, я здесь вижу такой определенного вида многоходовочку, потому что, как мы понимаем, 24-часового плана уже вот этого не произошло. Возможно, Трамп имеет в виду, что когда он придет к власти, официально за 24 часа что-то произойдет, но этого не, никаких гарантий к этому нет, и Путин сейчас ведет себя достаточно агрессивно, и Захарова, я слышал, ведет себя агрессивно по отношению к Трампу, но надо признать, что Трамп этого не замечает. Это очень важная часть этого уравнения. Трамп не замечает, когда Путин про него плохое говорит. Путин может говорить плохое про Трампа, а Трамп не может говорить плохое про Путина. Это очень тревожная ситуация, поэтому тут я ожидаю, что Трамп предложит Украине, видимо, с одной стороны отказ от территории, с другой стороны отказ от вступления в НАТО на продолжительный срок, если не навсегда, на прекращение военной помощи, которая за этим последует, я думаю, снятие санкций с России, потому что, ну, это же часть мирного договора, скажет Трамп, и у него будет и Сенат, и Конгресс, и Верховный даже суд, кто с ним поспорит. И это будет большой возврат Путина на мировую сцену, когда, я думаю, мы можем достаточно резонно ожидать выступления Путина в Конгрессе Соединенных Штатов, и это ничего хорошего, опять же, тут не говорит, если вас волнует судьба Украины. Но внутри республиканской партии есть большое количество сил, которые не всегда соглашаются с политикой Трампа, и, возможно, республиканцы, которые все-таки выступают за помощь Украине, за справедливое завершение этой войны, могут иметь влияние на него? Интересная идея. Вы знаете, я бы даже хотел еще пару тут ходов продолжить, свои многоходовочки, которые я себе представляю, чтобы закончить ее. Да-да, конечно, продолжайте. Да, вы, справедливо, меня прервали, но я тут их вспомнил, это важно их уточнить, потому что что произойдет после того, как выложатся эти предложения? Скажем, Украина не согласится, скажем, Украина будет противостоять, но я уже вижу в США, люди говорят, что если это произойдет, это вина Украины, и вообще Украина такая коррумпированная страна, мы им дали так много помощи, и что они с этим сделали, это не наша вина, скажут американцы, вымоют руки и пойдут дальше. А в это время, ну потому что у нас будут другие проблемы с Трампом, и так далее. Или кто? А с другой стороны, извините, а с другой стороны, украинцы, я уже слышу, говорят, что знаете, Америка бросила нас, не выполнила свои обещания, мы думали, а Америка такая плохая. И это просто вот обвинение двух сторон, которые я уже вижу надвигающимися, и мне так от этого печально. Простите, но насчет действий Трампа и его желаний и противостояния ему, там будут люди, которые будут ему противостоять. И мы знаем, когда в первой каденции Трампа были люди, которые скрывали документы от него, как бумажку, не клали на стол или убирали со стола. Но желания у Трампа будут конкретные, и он афишировал свои намерения, его избрали за это. Поэтому противостояние здесь будет очень скрытое, очень тихое, и даже более интересно наблюдать, есть ли такого типа люди, как Митт Ромни, и другие, в первую очередь, республиканские политики и бывшие республиканские политики, как Лиз Чейни, если они вообще останутся в стране. Потому что, если они покинут страну, Митт Ромни об этом заявлял, до выборов, поэтому я просто предлагаю это как вариант, но если будут какие-то проблемы, преследования, скажем, Лиз Чейни, то это будет еще одним сигналом всем республиканским политикам, что им нужно молчать. А мы видим, что республиканская партия, а теперь это партия Трампа, и ядро там, я бы сказал, достаточно большое. И те люди, которые оказываются маргиналами, имеют выбор. Они могут либо замолчать, либо они могут покинуть республиканский шатер. К сожалению, выборы показали то, что они предпочитают замолчать и остаться в республиканском шатре, и проголосовать за Трампа. Ну вот посмотрим, есть ли у них останутся какие-то моральные устои, которые я очень жду, когда я вместе с ответственными республиканцами будем говорить о том, как важно продолжать помощь Украине, и как это нужно. И я надеюсь, что будут какие-то республиканские конгрессмены, которых мы будем цитировать, потому что это будут те рычаги власти, которые, по идее, остаются. Если у власти республиканцы, значит, нужно договариваться с республиканцами и надеяться, что в республиканской партии есть разумные, бесстрашные люди, которые будут говорить про Украину. Хорошо, а если Трамп не готов вот так конкретно работать против России и уничтожать российскую агрессию, то Трамп же жестко работал против Китая. И сейчас Китай остается, по сути, стратегическим конкурентом и главным противником для Трампа. А под Китаем есть Россия, есть Иран, есть Северная Корея. Может быть, если сейчас Трамп начнет жестко работать против Китая, то, как следствие, пострадает и Россия? Ну, это интересный момент. Если мы ударим по китайскому дракону, то, может быть, падает, и он задавит российского осла. Это неплохой вариант. Но тут есть несколько проблем. Во-первых, если мы договариваемся или сливаем, бросаем Украину, то что это говорит для Китая по поводу нашей готовности защищать Тайвань? Ничего хорошего. И это означает, что Китай будет думать об этом. А если Трамп говорит, что мы не будем, что мы такая теперь антивоенная нация, что нас нигде не будет, и нашей армии не будет нигде, кроме как бороться с мирными протестующими на улицах Соединенных Штатов, то тогда для Китая это прекрасная возможность взять Тайвань. И это прекрасная возможность для всех диктаторов в мире начать переделывать мир. Поэтому это следующий момент в этой многоходовочке, который будет развиваться после того, как мир увидит, что Путин получил то, что он хотел, или, по крайней мере, не потерял. Это будет очень мощным сигналом всем диктаторам, включая и начиная с Китая. А то, что Трамп будет бодаться с Китаем, и это будет на самом деле стоить американцам опять, потому что тарифы, если они такие будут, потому что Трамп, когда ему говорили, ну тариф это так плохо для экономики, он говорил, ну это просто орудие устрашения, как бы как ядерная бомба, для которой не нужно советоваться с Конгрессом. Тут, кстати, тоже интересная проблема, потому что тарифы, это то, что Трамп может делать, ну очень легко, напечатал, бум, и значит вышел тариф. А потом можно оспаривать, можно что-то делать, какое-то время проходит, нужно что-то, ну опять же, а вот первоначально угроза работает. Почему это так и понравилось Трампу? Но сейчас у него же будут все рычаги, ему не нужно будет как-то вот таким образом проводить такого типа законопроект, может законопроект провести, это будет еще больше, ну это больше ужесточит наши отношения с Китаем однозначно, и также как бы узаконит наши плохие отношения с Китаем. Ну по крайней мере, я не знаю, сколько Трамп это пойдет, потому что ему больше нравится работать в мутной воде и в болоте, но и в такой непредсказуемости, хаос, но по крайней мере у него будут при этом и рычаги, чтобы делать планируемые решения, но скорее всего эти рычаги будут концентрироваться в основном на то, чтобы урезать налоги, таким образом передавая ресурсы государства супербогатым и уничтожая услуги, которые государство выполняет для всех остальных. И мы будем опять же с этим бороться, какой Тайвань, какая Украина, ну тут возможности, что Европа ввяжется и почувствует собственную ответственность. Но я думаю, что Европа будет просто с одной стороны наращивать свое военное производство, что прекрасно, потому что это важно и нужно. А в любой стране наращивать собственный военно-промышленный комплекс и делать это нужно делать в Украине так же, как и остальным странам Европы. А с другой стороны понимать, что они окружены. И как это будет теперь происходить, и как мы теперь пробьемся на свет, это вопрос очень открытый. А если вы говорите, что, допустим, Америка сливает Украину, все бросают, Трампу на нее наплевать, то не будет ли это проигрышем для Соединенных Штатов Америки? Ведь мы знаем, Трамп всегда заявляет, что Америка должна быть великой, и он якобы не должен допустить, чтобы Америка проиграла, то как тут действовать тогда? Потому что, с одной стороны, Америка уже проиграла, Украина уже проиграла. Мы должны были, как американцы, выполнить свою задачу 5 ноября, мы с ней не справились. Мы провалили мир, мы провалили Украину, мы провалили себя, мы провалили цивилизацию. И мы будем за это иметь как цивилизация. И это печально. И поэтому после этого сказать, что проигрыш Украины будет проигрышем США, нет, проигрыш Украины будет проигрыш той части США, которая только что проиграла. Поэтому тут, к сожалению, не по адресу. А то, что с точки зрения мага, если они будут считать, что они проиграли или они победили, им Трамп скажет. Если Трамп скажет, что мы победили, что я самый великий, я самый прекрасный, но они это и так считают. Поэтому это, к сожалению, не относится к реальности. Сейчас идут вопросы журналистских СМИ о том, что нужно искать хороших специалистов по религии. Потому что теперь, значит, наша реальность будет во многом завязана на том, как понимать, как люди следуют верам. Потому что Трамп — это вера. И ему не важно, что происходит в реальности. Путин может захватить часть Украины, всю Украину, всю Европу, забрать Аляску. С точки зрения Трампа у него всё будет прекрасно. Это будет победа за победой. И мы никогда не жили так хорошо, как мы жили при Трампе. Юрий, как вы думаете, куда будет первый визит Трампа? В прошлый раз он посетил Саудовскую Аравию. И это якобы очень важно, куда же всё-таки он поедет сейчас. Вы знаете, я знаю, что есть разные страны, которые по-разному относятся к тому, что происходит. И мы видим, что у демократических стран с Трампом уже натяжены напряжённые отношения. Все его, конечно, поздравили. Надо его поздравлять. По-другому уже нельзя. Надо поздравлять Трампа. Трамп великий, мы все знаем. Самый великий Трамп. Да. Да. Как не поздравить такого Трампа с самым великим Трампом сегодня? Это... Да. Но... Ну, извините. А что делать дальше? Ваш вопрос был? Куда поедет? Куда поедет Трамп? Да. Вы знаете, вот не думал я об этом ещё, потому что вот у меня сил на это ещё представить, куда он дальше поедет, ещё нет. Но он куда-то поедет. И в Саудовской Аравии очень рады. Для тех, кто думает, что сейчас будет... Трамп может обрушить цены или что-то происходит, в Саудовской Аравии радуются приходу Трампа. В Кремле приходят... У нас считают, что в Кремле радуются приходу Трампа. Это звучит как обвал цен? Нет. И мы знаем, что более того, это конец нашей зелёной энергетики в Соединённых Штатах, значительной её части, потому что она развивалась и действовала на государственные субсидии. Да, это было не всегда самым выгодным делом, но вот так происходит. Люди вкладывались в Теслу не потому, что она профитабильная, а потому, что они верили в планету, в то, что они верили в то, что это важные концепции и так далее. А сейчас наша зелёная энергетика, в которой бизнесы, у нас так всегда происходит. Частный бизнес видит, что государство туда вкладывает и идёт за государством, понимая, что они меньше рискуют или будут клиенты, будут заказы и так далее. То есть государство стимулирует определённые отрасли. И государство стимулировало зелёную энергетику, понимая, что нам нужно уходить от России, как от заправки, что нам нужно бросать другие страны. И при этом, при демократах развивали добычи сланцевой нефти, как никогда. И теперь мы самый большой продюсер, кажется, нефти и газа, электроэлектроэнергии вообще в мире. Но, 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 Трамп желает вернуть шахтёров в Западной Вирджинии обратно в их шахты, потому что он сделает Америку великой. И он закроет, я ожидаю, все субсидии на зелёную экономику. И это означает, что мы будем всё больше и больше переходить на ископаемые ресурсы. Это будет всё больше и больше говорить о том, что планета будет нагреваться. И тут уже просто ситуация будет ухудшаться геометрически. Кандидат Трампа на должность. А куда Трамп поедет, а куда Трамп поедет, мы с вами обсудим, когда он, когда он станет президентом. Я боюсь, я боюсь, что первый визит будет, знаете, даже не боюсь, это какая разница. Поедет, так поедет. Но я знаю, он, я знаю, он хочет, он хочет Москву. И хочет ударить по Москве. Он говорил об этом. Ну, будем, конечно же, смотреть, куда он поедет. И об этом обязательно потом поговорим. А вот СНН пишет о том, что кандидат Трампа на должность главы Пентагона отказался от места в администрации. Речь идёт о сенаторе от штата Арканзас, Тома Коттона. И приближённые к Трампу люди предлагали его кандидатуру на высшие должности в разведке или на нацбезопасности. Но он собирается остаться в Сенате. Тут ещё, на самом деле, очень важно, кого Трамп назначит в свою администрацию. Два или даже три удивительных назначения это Илон Маск, это Такер Карлсон и Роберт Кеннеди-младший. Что вы думаете об этих персонажах, чем они будут заниматься и кто может быть госсекретарём? Ну что ж, Анастасия, очень-очень малоприятные вопросы, но я вас не виню. Я думаю о том, о чём вы говорите, и мне печально, потому что, с одной стороны, некоторые люди будут не такие плохие, как рекламировалось, но большинство будет намного хуже. Потому что я почему-то надеюсь и думаю, что, например, Роберт Ф. Кеннеди-джуниор, который был и есть против вакцин и у него масса странных взглядов на вещи, но он поддержал Трампа и Трамп сказал, что он ему даст какую-то позицию в здравоохранении, у людей просто ужас. Он уже сказал, что он не будет забирать у людей вакцины. Так что, в каком-то смысле, некоторые люди будут лучше, чем ожидается. Но я думаю, что все люди, которые сейчас с Трампом будут у него первыми, достаточно быстро с ним разругаются. Я не вижу, как это может быть по-другому. Он четыре года, у него были люди, и они все с ним разругались и ушли. О чем это говорит? Это говорит о том, что политик, который сидит шесть лет в Сенате, будет под вопросом, насколько, с одной стороны, конечно, быть министром, это очень хорошо. И в демократической политике, когда приходит к власти, когда был Байден, он кого назначил? Те люди и сидели от начала до конца. Это постоянство. Такие люди, да, туда можно привлечь хороших людей, потому что они видят, что вот это постоянство, развитие карьеры и так далее. Но даже там не так уж много сенаторов, которые покинули Сенат, чтобы быть министром. Я пытаюсь вспомнить, кто. А Том Коттон и, например, Джош Хаулей, есть несколько сенаторов очень трампистских, и их будет только больше, потому что все трампистские, все красные штаты теперь покраснеют. И они будут выбирать в следующий раз еще более больших трампистов. Вот мы сейчас видим уже в Охайо два. Сейчас надо будет устраивать специальные выборы, потому что Джей Ди Вэнс, сенатор из Охайо, теперь будет вице-президентом. Это означает, что нужно будет проводить новый выбор в Охайо, где найдут еще следующего трамписта, который добавит к этой адской смеси в Сенате. Посмотрим, что они будут делать, но Трампа он будет назначать, говорят о том, что он назначит Марджери Тейлор Грин, чтобы она была министром внутренних дел, то есть заниматься иммигрантами, ловить там десятки, ну или десять миллионов нелегальных иммигрантов, это значит во главе этого поставить Марджери Тейлор Грин. Это человек ужасный конспиролог, который абсолютно прозомбированный российской пропагандой, который смотрит явно российские ТикТоки, который рассказывает то, что она видит, и вот этого человека поставят. Поэтому очень важно становится, что передают в российских ТикТоках, потому что теперь это будет влиять на нашу повестку на границе, видимо, возможно. Есть варианты, потому что вот таких людей Вивик Ромасвами, сейчас таких самых ярых будут назначать на позиции министерства, потому что они будут приходить, они будут разваливать министерство, потом они будут ругаться со всеми и уходить. А Трамп это будет устраивать и Путина тоже, потому что если приходит министр, только лучше, я не знаю, хуже, лучше, но есть два варианта, которые могут быть у Трампа госсекретаря. Госсекретарь, который в принципе типа такой, ну, просто Лавров, ставленник Лаврова и Путина, а другой, который будет разваливать госдепартамент. Не то, чтобы Лавров не разваливал госдеп, просто люди будут уходить направо и налево, но это то, что сейчас ожидается по всему, по ряду министерств, когда туда придет Трамп. Поэтому, что сделает сенатор в такой ситуации лучше быть сенатором, чем быть министром. Но посмотрим, некоторые политики решат, что им лучше для их карьеры так, другие сяк, но персонажей в этот раз, из которых Трампа можно будет выбирать, будет намного больше, чем было в 16-м году, и вот это беспокоит и тревожит. Потому что в 16-м году, когда выбрали Трампа, я обсуждал эту тревожную ситуацию с Юрой Фиштинским и мы обсуждали какие-то Майкл Флинн, есть Тилерсон, Рекс Тилерсон, который получил медаль дружбы от Путина за дружбу народов, которого сделали госсекретарем у Трампа, что все это, но их мало. Остальной эстаблишмент, он, конечно, против Трампа. А сейчас другой эстаблишмент. Рекс Тилерсон выяснил, что он еще был резонным человеком, который назвал Трампа ужасными словами, уходя. Так что медаль дружбы народов его тут не остановила. А вот те, кто сейчас придут на эти позиции, они еще получат свои медали от Путина. А вот Ники Хейли, она может получить какую-то должность в администрации? Ну, дверь открывать. Понимаете, она звонила и была в контакте с Трампом с июня. А предлагала, говорила, я могу помочь женщинами-избирателями, у которых явно у республиканцев такие большие проблемы. Давайте. И с ней никто не говорит. Полковник никто не звонит, не пишет. Поэтому Ники Хейли это маргинал сейчас республиканской политики. И это учитывая, насколько активно она прославляла Трампа, когда выступала на республиканском съезде. Возможно, за это сейчас ее не проклинают и не призывают к ее расстрелу, как это призывает Трамп с бывшей конгрессумен Лиз Чейни, которая противостояла ему на выборах и ушла из республиканской партии и так далее. Так что Ники Хейли это еще сейчас лучший вариант для республиканца отсидеться какое-то время. А то, чтобы у нее будущее республиканской партии, посмотрим, может быть, ее назначат послом в Украину, пусть разбирается. Сейчас Байден вроде как должен или уже выступил с заявлением по поводу того, что мирно будет передавать власть Трампу. А вот на ваш взгляд действующая администрация Байдена она на что-либо способна в свои последние недели каденции? Ну, к примеру, дать Украине бить западным оружием по России или пригласить в НАТО? Мне нравится, как вы думаете, Анастасия. Я тоже так думаю, что в принципе президент... Отчего тебе терять-то уже чего? Да. Уже, так сказать, демократия может закончиться через два месяца, если слушать Рашкина, то что ждать-то уже? Давайте там агавку и по Москве. Но, понимаете, я думаю, что с точки зрения демократического политика это было бы неправильно. По крайней мере, бить по Москве самим. Но снять запреты на то, чтобы Украина била, я думаю, будет правильно, потому что пора. Давно пора. И, как сказал посол Макфол, который, мне кажется, очень резонным здравомыслящим человеком, сказал, что Путин не посмеет ответить на удары атака сейчас чем угодно, не посмеет прийти к ядерной эскалации, потому что понимает, что через два месяца к власти приходит его ставленник Дональд Трамп, и у него будут хорошие, и зачем портить, так сказать, воздух до тех пор. Интересные реакции республиканцев на такого типа заявления, которые говорят, ну вот, вот демократы расчехлились, они хотят нас затащить в третью мировую войну, перед тем, как избранный президент Дональд Трамп может прийти и что-то сделать. Вот это демократы, представляете, они показали, какие они на самом деле и есть. Вот такое разное мировоззрение. А насчет приглашения Украины в НАТО, да, Байден может это сделать, но я не уверен, что это будет что-либо значить после 20 января, учитывая то, что Дональд Трамп будет иметь очень другие взгляды на цели, что такое НАТО, что с ним делать, в отличие от Джозефа Байдена. Поэтому я просто здесь вижу НАТО уже даже я не понимаете, если президент Трамп, то может быть вступать в НАТО уже и не так важно, я не знаю. Это как бы когда мы обсуждаем вот эти адские сделки, которые ставят перед людьми Украины выборы, которые произошли в Соединенных Штатах, начинаешь думать о последствиях всего того, что может теперь произойти, как мир изменился и действительно насколько НАТО может являться тем желаемым объектом, если оно ослаблено, если оно разваливается, если вообще непонятно какие страны есть, кто с кем воюет, потому что после того, что Трамп хочет предложить Путину, как я уже сказал, любая страна может начать бороться за территорию со своим соседом, каждый сам за себя, это может быть очень новый и очень опасный мир, в котором в принципе нужен союз, союзники нужны, но нет никакой гарантии, как будет выглядеть союз, как он будет называться, кто будет в этом союзе, какие будут у друг друга гарантии, а мы вступаем в очень непредсказуемое будущее. Юрий, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для эфира, я желаю вам хорошего дня и напомню, что Юрий Рашкин был с нами на связи, вы, друзья, поставьте свой лайк, напишите свои комментарии, что вы думаете о том или ином поводу, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, хороших новостей, берегите себя и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok